Братан, снова Карпов пруд и снова Карпов пруд. У нас теперь вот такая палаточка, секунда. Единственное, приехали дожди, грязные. Давай поаккуратнее, не уделай нам палатку. Так, у нас есть вот такой самый надувной матрас, 7 сантиметров. Точные размеры наизусть не помню, потом под видео все напишу. Спальник Каринтия и Валера будет спать вот на таких жестких условиях, скажем так, экстремальных. Коврик и проломовый матрас. Надеюсь, мы здесь вдвоем поместимся. Сейчас будем раскладывать самодавный коврик. Здесь есть специальный клапан, который мы откроем сейчас, и он будет сам надуваться. Но, если честно, все равно приходится немножко потом еще ртом подкачивать. Ну, надеюсь, мы палатку не порвем. Ну-ка, звук. Пошел звук. Он накачивается. И как звук, в принципе, остановится, то можно клапан или закрывать, или еще можно поддуть вот через эти вот цепуны такие. Все, пока его оставим, пусть он накачивается. Платочка маленькая. Ну, правда, есть там кармашки тоже какие-то. Сейчас мы немножко обоснуемся. Надеюсь, мы ее не замерзем. Она специальным покрытием с таким, называется, fresh black, black или fresh black. То есть солнце, она как термос, короче. Солнце, короче, греет, отражает лучи, и там намного прохладнее, чем в любой другой палатке. Вот такой у нас, походу, маленький столик. Уставь его, наверное, в будущем подъем. Зачем протирать, если я все правильно не буду? Все, столик готов. Теперь будем сейчас, это у меня спальник, размером практически как в палатку. Сейчас будем подкачивать. И сейчас будем подкачивать маленько. Сам он уже, в принципе, так более-менее надулся. Ну вот, чуть не лопнул. Надеюсь, я на нем не замерзнул. Ну вот, Валера хочет сказать, да. Да. Приехали на Карпов пруд. Вот такой вот долг. Короче, ловить хотелось. Килограмм на 20. Если повезет, то на 30. Вот с таким вот тапсаком, в который влезет только 5. Ну я думаю, сюда на трешку или на двушку, Максим. Ну, а у нас есть мешок. С мешком будешь нырять за ним, да? Большой такой мешок. Короче, спиннинг уже закину. Да, на ночь мы, короче, поставили. Это на Карпов, на Сазанатом, на Ситрана, сама. Здесь все вводится. Очень много рыбы. Кукурузу на селедку и секретная прикормка. Мы ее не выдадим. Да, совсем секретно. Вот, а блеснить будем завтра. Если будем завтра, вот, сейчас уже поздно, темно. Мы только вот это сейчас обосновали, сейчас покушаем. Вот такие просторы. Шикарные. Уже темно. У меня камера так освещает. Ну, красиво здесь на самом деле. У нас есть фонарь, если что. Шикарнейшие места. Ой, да-да, пойдем. Бежим, короче. Ну, если он сияет, он потащит. Вот такая у нас снасть стоит. Супер пищалка. Главное, байтера надо сбоя включать. А то сон сейчас сияет сюда. Говорят, здесь само есть на 12 килограмм. И утащит нафиг. Если будет клевать, будет вот такая шняга. Ну ладно, хватит, все пойму. Там пищалка, ну что, люди-то все грамотно смотрят. Ну, для новичков. Да. Ладно, все, пищалка стоит, закинута. Ребята там тоже, не знаю, плохо будет видно. В ночь приехали. Ой, как и мне камера вообще вначить снимает прекрасно. Камера Panasonic V760. Нет, там, наверное, не настроились. Шатры там стоят у ребят. И вот здесь вот тоже в ночь стоят. Ну, надеюсь, мы что-то поймаем. Такие облака и тучи. Недавно прошел дождь, гивень. И ветер жуткий. Пойдем, брат, кушать. Брата уже в темноте не видно. Я за. Я могу опознавать, не фонарь включить? Вот же ты где. Пойдем кушать. Пойдем. Пойдем кушать, пойдем. Да, вот у нас такая маленькая палаточка. Завтра ее при свете дня покажем по обочке. Раскладывается моментально, собирается тоже очень быстро. Но единственное, как нам, мне кажется, дай Леб не пищит. Очень вентилированно сильно. Замерзнуем. Нас дядя Олег приютит в этом домике. Ты бы еще окошки бы открыл, бы они точно летние. Да, кстати, здесь не закрывается ничего. Да, тебе говорю, она больше для лет, кстати. Туда заходишь, там прямо изнутри, прямо видно даже. Да, вот сюда поддумай. Вот здесь уже тоже, вот здесь можно вот этот весь фартуком поднимается. Можно поднять, когда сильная жара, вот сзади фартуком весь поднимается наверх. Шикарная вентиляция. Платка, конечно, с виду такая. Довольно-таки устойчивая. Я еще растяжки дополнительные не дал. Интересно, она разбирается, как военковстанька. Раскрывается и сама собирается. Валера даже подпрыгнул и убежал. Да, такая самосборная. То есть, есть туалет неделька, а это палата минутка. Палатка минутка, да. Даже меньше, чем... Да, за минуту где-то собирается полностью вообще. Ну, за две, хорошо. Все, ладно, нам некогда, будем кушать и немножко выпивать. Ну, значит, мы это делали сегодня так. Подожди, у меня тут добыча еще дров была. Добыча шампуров. Шампу и добыча. Шампу и добыча. С жажды не умрем. Жажда. Фонарь у меня сдох. Нет? Нет. Сдох, он же все выключил. Выключил. Слушай, а я этот фонарь осмотрел, что-то, нет? Откуда я знаю. Ты вообще что-нибудь помнишь? Короче, здесь такие бревна есть офигенные. Вообще обалденные. Короче, это береза, ребят. Отсюда бересту, да, можно забирать и разжигать. Ну, если розжига нет, конечно, у вас. Разжигается она на ура. Так вот, не потерять бы ее сразу. Вот эта вещь, она лучше любого розжига. Загорается момент. Ну, я думаю, это знают многие. Березовая караж. Да, это лучше. Хотя лучше всего. Ну ладно, хватит. Еще покажем угли. Мешок большой углей. Когда мы спросили на карповом пруду, сейчас мне как бы, чтобы вам было видно, сейчас получше встану. Вот. Когда я спросил на карповом пруду, а есть ли у вас в продаже угли, как же мне встать-то, чтобы вам видно-то было. Е-мазай. Сейчас я включу, короче. Снимай, а я продемонстрирую. Нам сказали. Сейчас, секунду. В мешке, говорит, возьмите. Вот. Теперь все видно будет. Когда мы пришли на карпов пруд, да, и спросили, короче, а есть у вас в продаже угли? Они сказали. Ребят, короче, у вас бесплатно целый мешок стоит. Мы думали, ну, мешок-то много. Да? Правильно? Ты подумал, о каком мешке? О маленьком. Ну, обычном, да, который продаются мешки. Вот. Сейчас немножко, сейчас вот, братан, на эту лопату. Нам не надо лопату, мы уже взяли, нам не надо. Мы просто покажем вот так. Мы просто покажем. Как добывается из угли. Как мы берем из угли. Да. Это, в принципе, бесплатно для всех тех, кто здесь отдыхает. Вот такой, ребята, большой мешок. Да. Вот. Говорит, стоит мешок с углями. Перейдите, короче, сколько хотите. Я сначала подумал, маленький мешочек, но оказался вот такой большой мешок. Это, короче, для всех, кто сюда приезжает и хочет сделать себе шашлеп. В принципе, дрова здесь тоже бесплатно. А теперь мы пойдем в гости сейчас к людям, которые ловят форель, карпа, ночью. Пойдем сейчас зайдем. А потом... Погасить. Я думаю, что, наверное, нет, нас горит там нормально. Погасить нет. Ну, рассказывайте вообще. Как, чего, клюет здесь на карпном пруду? Как не клюет? Ну так. Вообще не клюет? Да ладно, сейчас была поклевка. Не, ну ладно. Мы же видели в инстаграмме, здесь, в принципе, постоянно клюет. На зеленую сырную поклевка была. На кого? На зеленую пасту. Зеленый сыр. Форель? Про форель, да, сейчас? Да. Сейчас нам покажут, Снасть. Ночь, ребят, на дворе ночь. Ребят сидят, короче, ночью уходят форель. Здесь ночью она основном не берет. Так, а на углерочке что, нифига не клюет, да? Пока, да, пока не будет. Заро, ничего. Так. Видишь, уже пасты нет. Вот она, буквально, чубашка. Короче, основная леска. Потом пошла, короче, пошел поводочек. Нет, это все одна леска. Вот она, вот стопорок, вот чебурашка, вот еще стопорок. И вот он крючок. И вот у меня в руке крючок. Уже без пасты. Уже без пасты. Сейчас пасту насаживаешь, забрасываешь и вперед. И регулируешь высоту. Да, высоту. Она на дно, вот так вот. На плавочке, да, получается? На дно, а то плавает. А это всплывает. Так, все, поняли. Ну-ка, паста какая у нас. Сейчас поставим щербет. Вот так. Это, короче, вот типа такой интересной вещи. Во как, во, как все делается. Вот, ребят, как-то долетит форель. Это, короче, донная снасть. Ну, донная, да. А это плавающая, да, нет она? Да, она плавающая. Вот так вот. Кстати, такую пасту делают ребята вообще уникальной в домашних условиях. Самодельную. У нас есть блестки есть. Да-да-да-да. Ну, то есть все, вот она готова. Все, за форелью вперед. Форельку еще не взял, да? Да нет, у меня одна пошла. Сейчас пойдем к Денису. Он там, по-моему, взял форельку. Так, ладно, мы еще к вам вернемся. Пойдем дальше. Так, как у вас? Не надо. Почему не надо? У меня нет здесь. Так, этого человека здесь нет. Его здесь нет. Все, уходим в гости опять к ночным, к ночным ловцам. Форели, сома, осетра и карпа. Как у вас? Сомика поймал. Так. И все, пока. И все? А есть сомик показатель, где есть? Ну, пожалуйста. Ну-ка, пожалуйста, нам. Для карпового пруда, для отчета. Так, аккуратно здесь. Ой, малышок ты мой. Красавчик. Ну, а куда вы его такого? А, слушай, это канальный сом. Канальный сом. Это не европейский, это канальный сом. Это канальный сом, да. Канальный сом. Ну, его, ну, кстати, в принципе, здесь у европейского сома, если вот обрати внимание, на самом деле, здесь вот голова другая, здесь мясо намного больше у канального сома. Ну, потому что у него хвосту... У него хвосту, да, 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 вот здесь можно пожарить, да ладно. Здесь можно пожарить, тем более-то платить, мы заплатили за это, правильно? Да, жене. Это нормально. Ну, вот так, а чего у нас еще там карпа, форели есть, нет? Нет. Пока ничего. Больше пока ничего. Так, а где у нас там Дэн сидит дальше, да? Там Дэн сидит, да, он Дэн отдалит. Пойдем дальше, удачи вам. Спасибо. Не надо, не хвостаньте шею. Сюда. Так, мы не ошиблись, мы сюда идем. Вот я по пиву вижу, что мы сюда идем. Так, потом, я пошел. Куда потом ты? Я тебе потом скажу, я сейчас пошел на дэн. Да, мы сейчас идем соседки жарить. И у нас, короче, ночной такой лук-без. Выключай. Угли у нас настоялись. Вот, ребят, сейчас темно, наверное, не видно. Ну, в прошлом обзоре уже, по-моему, Илья делал видео этой беседки. Обалденная вещь. Каменный камин. Это все на улице, в пользование любого человека. Если это не арендовано, бывает, что арендует эту беседку. Очень она уютная. Каменный камин. Печь, между прочим. Настоящая русская печь. Галанка. Ну, не русская, может быть. Я не знаю, я, наверное, ошибаюсь. Может быть, это галанка, может быть, еще как называется. Но, тем не менее, здесь две комфорки. Да, здесь сразу сейчас завалено всем. Две комфорки. Вот. Все это в доступе, в принципе, любого побывателя. И казан. Рыбака. Да. Отдыхающего. Отдыхающего. Вот так вот. Да, вот. Если честно, я в восторге. Вот такая вот беседка. Скамейки. Шикарно. Здесь даже мы подумали, даже спать в спальнике можно, даже без палатки. Я думаю, да. Да. Так, главное, сосисик снять что? Главное, сосисик снять что? Главное, сосисик снять салофан. Потому что, если салофан мы не снимем, немножко и загнул друг друга. Сосиски. Да, все банально просто, господа, сегодня без излишеств. Наш ужин сегодня, наверное. Вот пока мы будем делать наш скромный ужин. Очень скромный. Сегодня и сосисик. Можем рассказать пару историй интересных, которые происходили с нами лично на рыбалке. Ну, давай, начинай. Ну, была такая история. Когда, помнишь, мы поехали за судаком, рыбая, покидать на джик. Поехали на косу. А на Ахтубе есть такое место, там коса. А после косы сразу свал идет в яму на 20 метров, где раньше буй стоял, где ракеты ходили. Помнишь, да? Конечно. Вот. И мы приехали там, помнишь, с тобой? Стали. И там нужно было сделать точный запрос, чтобы кинуть так, чтобы джик снесло на край косы. И провести по бровке этой косы. Тогда брал судак очень активно. Ага. Было такое, да? Да. Вот. На два якоря надо было вставать, потому что место такое крутило. Кругом ямы. Тут коса, кругом ямы. На два якоря мы с тобой там вставали. Вот. И у меня как-то не получилось заброс. Как-то дурацкий я кинул. И джик принесло в яму, вот в это вот, как раз там 20, я не помню, даже 20 с лишним метров, да, местами было. Максимально, по-моему, 24 мы набивали, но в том месте я точно не помню, сколько сейчас было, но где-то... Ну сброс вообще с косы там сразу идет там на 8, потом на 10, на 16, не знаю, что такое-то. Да, резкие сбросы, резкие, большие ямы, громадные ямы. Фарватер был когда-то, вот, когда-то речка судоходная, и там стоял именно буй того, что это фарватер. Ну, братан, там не то, что фарватер был, там, в принципе, там была просто зимовальная яма, на основе фарватер немножко там левее уходя, там, лежит на нашем берегу, да. Ну, да, была большая-большая, ну, она и сейчас есть, большая-большая яма. Да, до сих пор, да. Да, сейчас есть, в этом году там, кстати, да, успешно рыбачи ловили самалы, как раз вот, по которой мы человеку говорили, но это будет позже. Вот, так вот, у меня не получился заброс, вот, джик понесло, между прочим, было, по-моему, 45 грамм стоял джик. Джик понесло в эту яму, я ждал, 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 когда коснется дна, но, к сожалению, так и не дождался. Я решил провести ступеньку, не чувствуя дна, грубо говоря, на обувь, можно так сказать. Я проводил ступеньку, ждал некоторое время, дна я так и не чувствовал, потом опять делал ступеньку, три, там, два-три оборота, опять останавливал, дна опять я не чувствовал, вот, и где-то уже под лодкой леска, то есть, была, вот, ну, практически по вертикали, ну, я думаю, ладно, последнее уже сделаю, уже все, думаю, бесполезно, я, по-моему, даже ты уже успел два заброса сделать, успешных, после чего, точнее, пока я один еще вымакал, вот, и тут, значит, под лодкой резкий удар, спинник гнется, дугой под лодку, я хочу напомнить, мы пошли на судака, у меня была снасть, спинник стоял 5,40, то есть, ой, нет, не 5,40, вру, извините, 15,45, по-моему, да? Ну, где-то так, наверное, да, 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 шаману без мастер, вот, катушка стояла, да, его, регал-зет, обычная, безанкционка, ну, бюджетная такая, бюджетная, ну, да, его, регал-зет, да, да, сейчас таких уже, ну, есть, там, ну, нет, но есть, модификации другие, это была, вот, самая первая, да, его, регал-зет, если кто меня понимает, которые были, а, вот, спинник уходит, соответственно, под лодку, фрикцион срабатывает, а мы стоим на якоре, я брату кричу, и говорю, Илюха, говорю, сматывай якорь, а я вижу, у меня была раньше, скажем так, такая манера, наверное, привычка наматывать на шпулю шерстяную нитку почему-то, наконец, вот, я даже не помню... Наконец, а на самом начале... На самом начале, да, в смысле, на самую шпулю наматывать шерстяную нитку, даже не помню, откуда это все появилось, вот, и у меня была намотана синяя шерстяная нитка, вот это не я, да, это сосиски, извините, намотанная синяя шерстяная нитка и 200 метров плетенки, на шпуле было намотано, так вот, когда я уже начал проглядывать эту синюю шерстяную нить, я брату кричу говорю, снимайся с якоря, блин, пипец, а у меня кричуон просто мотает, сумасшедшим, катушка отматывает, а мне Илья говорит, ты, говорит, зацепил лодку, говорит, наверное... Ну, получилось так, на самом деле, просто проезжала мимо лодка, я даже не видел твой заброс, и получилось так, что лодка, проезжая мимо, я думал, он зацепил ее джигом, то есть, кидая джиг, я думал, что она зацепилась за какой-то болт, не знаю, что... А он, Илья, он уже заброса три сделал, то есть, он уже даже потерял время того, что я еще даже того не вымотал, даже не видел, он тоже думал, что я уже и забрал, а я еще то не вымотал первый свой заброс я ему говорю какую лодку подводную что ли леска то там и когда он уже понял начал якорь вынимать вовремя вынул и потащила это вот это меня спасло от того что не оборвало не сломало спиннинг не оборвало мы обрезали якорь короче да там получилось так мы просто резонова там где ты заложни помнишь давно это было на самом деле мы были очень очень молодые но получилось так что у нас он потащил то есть благодаря тому что якорь был снят до илья нашел вперед в итоге это был сон и на снасть на судаковую снасть на ну и силикона силикон был не очень большой кстати там на силикон да это было на джиг был кстати наверное 10 сантиметров где-то был силикон всего не очень большой это еще не было так модным наверное нет не 10 сантиметров 14 10 15 может быть 15 может быть там 12 не помню что оно было на самом деле но после этого сейчас перебил тебя как бы на самом деле после этого мы стали на эту яму приезжать именно уже не за судаком потому что судака мы особо там на этой яме до прибрежные этого то я мимо не видели и даже не ловили я же потом даже я уже без брата приезжал и потом мы ловили именно сама там то есть медленная проводка медленная проводка на силикон джигаловка ты сам там постоянно брал можно конечно час стоять там ну не два конечно но часто полтора там может быть 40 минут там но сама постоянно мы там брали именно там вернусь и был был интересный момент когда было долгое вываживание вот это вот скажем так качели он туда я сюда он туда я два метра сюда в 10 метров забирает я два метра отбираем здесь это было долго и в один прекрасный момент он ушел и как не потом вот я объяснил сумму ходит в яму и зарывается хвостом вы получается чувствуешь как будто зацепу сорвать его тоже как будто все что-то бетонные зацепим есть один выход который мне посоветовал опять же мой брат илья то ему посоветовал может быть сейчас расскажет потому что не помню давно в принципе старые люди к виду бьешь по бланку спиннинга спиннинга держишь бьешь вот так по бланку спиннинга это вибрация болезки раздражает он отдается до приманку отдается ему в крючок его это начинает раздражать и он отпускает и вот поверьте мне вот только это меня спасло потому что снасть хилая была на дурака я бы его порвал но вы смотри не такой хилый принципе был спиннинг в то время я сломал если я тащил бы на дурака просто на дурака в том моменте когда вот как говорится куда-то зацепился я бы сломал вот и вот это вот только вот это меня спасло короче мы с тобой взяли сама да в итоге сон на 19 килограмм ребят на пойманный на джиг пойманные на спиннинг мастер до катушка на 40 грамм катушка до его regal z и и не прям конечно ультра лает но в принципе джиговая такая снасть такая была свое время бюджетная джиговая снасть но эти ощущения не передаются с теми которыми когда вы тащите например на на троллик на наш любимый ролик или на именно идете на сама когда вы берете самой самой спиннинг самую катушку то мультипликатор да конечно это разные ну катушку мы тогда практически ушатали ушатали катушку мер до сих пор она и ушат лада правда катушки померла правда ну там я обращаясь явно оставать было тяжело дубняк страшный не знаю как мы в палатках значимым но дубняк страшный так ночевали мы в спальнике каринтия очень тепло и уютно и на самом надувном матрасике вот на таком я очень боялся что будет на нем прохладно но нифига на нем было очень тепло и уютно буду брать себе такой второй а то брат у меня спит вот у таких ковриках брат задубил у тебя а я вообще в шоколаде был спальник конечно шикарно выручил но и от земли ничего не стелил и поролон ничего просто на нем лежало палатка у нас вот такая а блин машина вот такие здесь окошечки в ней тоже в палатке казалось тепло думал что она совсем летние но нет все домой ну как уха очень вкусно очень вкусно ложка непрезентабельны но балабуха ложку найдем так рыбаки располагаются вот сегодня юбилей у карпового пруда олег и у всех его организаторов сварили уху олег скажите пару слов хочу сказать спасибо все есть праздник спасибо за поздравление будем стараться вас дальше радовать приезжайте но все не только ухо у нас копченая рыба там целый мангал он стоит рыба копченый карпов пруд давай три четыре семейцы ребят с днем рождения на ваш любимый подойдем а многие не пришли потому что ловит рыбу маловато нет не нормально а вот здесь не закоптили карповский улов карповского пруда карп осетр господа вся рыба пойманная на этом водоеме запах такого вообще да жалко что запах камера не передает конечно слюнки текут просто обалдеть красота добро пожаловать ребят приглашаем всех вот такие вот красоты на мероприятие рыбы много карп белый амур форель окунь щука сом нет мы уже за этим приемлемые добро пожаловать карпов пруд день рождения уже почти закончил не почти а уже закончилась а владимир владимирович который готовил теперь доедает в юшечку с днем рождения карпов пруд и и а и и а и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...